Два человека погибли в аварии на Серовском тракте. Водитель иномарки. Уснул за рулем и врезался в другое авто. Это сегодня день, когда можно отдать частичку любви тем, кто похоронен и кто живой. Радоницу отмечают православные с раннего утра на городских кладбищах на оплыв тагильчан. Идут прибраться на могилах и помянуть родных. Хочу попасть в лагерь для ребенка. Путевки в загородные лагеря начали оформлять в многофункциональных центрах. С сегодняшнего дня три отдела МФЦ работают в особом режиме. Пора менять счетчики воды? Зачем? Ведь можно их поверить. Телефон 46-004. Здравствуйте. Новости итоги дня в эфире в студии Алла Кузнецова. И теперь об этих и других темах подробнее. К трагическим последствиям привело дорожно-транспортное происшествие на трассе Екатеринбург-Серов. На 171-м километре автодороги произошло столкновение Фиата Добла и Шевроле Нивы. Есть жертвы. В результате происшествия водитель Фиата скончался на месте. Автомашина загорелась. И сейчас поступила информация из больницы, что погиб водитель Шевроле Нивы. Пассажир Шевроле, женщина, находится в реанимации. На месте происшествия работает следственная оперативная группа. Авария произошла в понедельник около половины седьмого вечера. Фиат двигался к Нижнему Тагилу со стороны Кушвы и Шевроле в обратном направлении. Водитель Фиата выехал навстречу и ударил Ниву лоб в лоб. Возгорание автомобиля виновника происшествия удалось оперативно ликвидировать. При столкновении он получил смертельные травмы. Второй погибший скончался в машине скорой помощи. В ГИБДД предполагают, что водитель Фиата уснул за рулем. У нас участились случаи, связанные с дорожно-транспортными происшествиями. По причине болезненного либо усталого состояния водителя, в связи с чем порекомендовать в случае, если вы находитесь в утомленном состоянии, чувствуете, что вы устали, что не выспались, все-таки желательно за руль вообще не садиться, подождать, где-то отдохнуть. Вредоносный вирус ворует деньги тагильчана. Со счетов клиентов Сбербанка начали пропадать денежные средства. В полиции возбуждено по этому поводу уже более 30 уголовных дел. Все пострадавшие пользуются смартфонами на платформе Android, которые не были оснащены лицензированным антивирусным программным обеспечением. Под видом обновления одной из программ, как мы полагаем, на электронные устройства утрепевших устанавливалось вредоносное программное обеспечение, проще говоря, вирус, который давал команду изначально о запросе баланса посредством программный мобильный банк, в случае, если она была установлена. И впоследствии уже ответ с соответствующего сервиса сберегательного банка, он уже до пользователя не доходил, перехвачивалось смс-сообщение вредоносным программным обеспечением. В дальнейшем деньги переводились на другие номера. Уже установлены они, зарегистрированы в Центральном и Приволжском федеральных округах. Со счетов похищалось в среднем от полутора до десяти тысяч рублей. В целях безопасности тагильчанам рекомендуется устанавливать на электронные устройства лицензированное программное обеспечение, а также обратиться в банк и проверить состояние счета на наличие несанкционированных платежей. К другим темам. Радоницу отмечают сегодня православные. С раннего утра на городских кладбищах наплыв горожан. Идут прибираться на могилах и помянуть родных. Что не рекомендуют делать на погостах служителей церкви. Смотрите далее. С самого утра тагильчане идут на кладбище. У каждого дежурят сотрудники полиции. Регулируют поток машин. Православные посещают могилы близких. Убирают мусор, ставят свечи, зажигают лампадки, оставляют пасхальные яйца. Была у мамы с папой, у бабушки с дедушкой. А чтобы домой идут. Обязательно поминать надо. Эти традиции соблюдаем. Каждый год ходим. И даже так бываем еще летом почаще. Здесь мои родители. Отец и мать. Это сегодня день, когда можно отдать частичку любви тем, кто похоронен и кто живой. Вы знаете, что не грань. Живые и мертвые. То есть сегодня мы вот здесь, на могилке, можем подвести итоги той жизни и этой жизни. Перед наплывом горожан коммунальщики убрали на погостах мусор. Поэтому, в частности, на кладбище Пехтовой горы особых нареканий от посетителей нет. Этот родительский день православные называют радоницей. В этот праздник грустить нельзя. Умершие отмечают Пасху. В других религиях, говорят служители церкви, таких традиций нет. Самое главное событие в нашей жизни, в жизни каждого христианина, которое произошло, это воскресение из мертвых. Мы причастны тоже к этому событию, потому что мы, носящее имя Христа, принявшего его в себя, стали причастниками его пришествия в мир. Обычай оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба для усопшего, говорят священнослужители, пережитки язычества. Так не должно быть в православных семьях. Употреблять алкоголь на могилах также не рекомендуется. В радоницу, как правило, во всех храмах совершается панихида и полная литургия, в том числе и с песнопениями. Анна Хабарова, Александр Штраух, Игорь Харьков, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. 18 дней осталось до празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Все монументы, посвященные воинам, павшим на полях сражений, приводят в порядок после зимы. Накануне мемориала объехала специальная комиссия городского управления культуры. Какие места памяти нуждаются в особом внимании в сюжете Дарьи Хнычкиной. Там накапливалась влага, проржавели несущие детали конструкции. И строительные организации, которые взялись за ремонт, прежде всего сделали то, что мы не видим снаружи. Они лечили памятник изнутри. Реконструкция памятника тагильским строителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, началась еще в ноябре. Сейчас осталось воссоздать его первоначальный вид. Монумент возвели в 89-м году тагильские художники Антолий Неверов и Владимир Солтес. С тех пор памятник ни разу не реставрировали. За дело взялись только перед 70-летием победы. На деньги предпринимателей. Мы видим, это мраморные плиты, достаточно толстые, 5 сантиметров толщины. Здесь нанесены все фамилии, список утвержден. То есть и старый список были довнесены, некоторые другие еще фамилии. Всего 184 фамилии участников войны, строителей Треста Тагилстрой. Также здесь отшлифовали гранитные плиты, освежили цвета лозунгов, покрасили венок вокруг постамента первоначальной, серебром. Ко дню победы мемориальная часть памятника будет полностью готова. Вокруг сделают площадку. Вся остальная работа, чистка конструкции, говорят, будет в августе, ко дню строителей. Обновляют и памятник погибшим в годы Великой Отечественной железнодорожникам. Еще в 78-м году воздвигли этот мемориал к столетию Свердловской железной дороги. Сотрудники РЖД стараются следить за состоянием монумента. В настоящий момент уже заменена часть ступенек, порядка 20 ступенек, которые обветшали, требовали замены, мы заменили. Здесь вы видите, что еще не завершены штукатурные работы, то есть это все к концу апреля будет сделано. Поменяли часть подножной плитки, то есть вы видите, да, то есть идет замена. Работы здесь еще хватает. 9 мая поменяют боковые плиты самого памятника. Мемориал и стеллу помоют. Кстати, в этом году на ней добавится еще одна фамилия – Новгородов. Теперь здесь будет 250 имен. На днях эти и другие памятники, посвященные Великой Отечественной, осматривала комиссия управления культуры, оценивала их состояние после зимы. Проверку, говорят, прошли почти все. Общее состояние, но благополучное. Что бы я особенно хотел отметить, у нас в этом году приведены в должное состояние все памятники, которые находятся и в сельских территориях, что было непростой задачей для нас. Дарья Хничкина, Александр Штраух, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. Нижний Тагил не должен останавливаться в своем социально-экономическом развитии. Какие шаги для этого нужно предпринять совместно с областной властью и градообразующими предприятиями, обсуждали сегодня депутаты регионального парламента. Комитеты законодательного собрания по развитию инфраструктуры и социальной политики провели сегодня совместное выездное заседание на базе Уралвагонзавода. Подробности у Алексея Алексеева. Программа комплексного развития Нижнего Тагила, одобренная президентом России, реализуется не без трудностей. Во многом они связаны с недостаточным, по мнению руководства города, ее финансированием. Депутаты областного законодательного собрания высказали свою точку зрения по этому вопросу. Надо рачительно, всегда расходовать средства, всегда надо изыскивать дополнительные источники. Тем более мы понимаем, что те предприятия, которые сегодня работают на территории Нижнего Тагила, налогов-то платят достаточно много. Понятно, что есть налоговая система, которая распределяет эти налоги так, как она их распределяет, но тем не менее дополнительное внимание должно быть. Уралвагонзавод активно поддерживает муниципалитет во всех начинаниях. И это, несмотря на определенные экономические сложности, которые возникли у предприятия, в частности, в связи с санкциями. О проводимой вагоностроителями работе много говорилось на совместном выездном заседании парламентских комитетов. Уралвагонзавод очень много делает для Нижнего Тагила, очень много делает для своих работников. Поэтому начинания, которые сегодня на заводе есть, их надо поддерживать, потому что без этого просто-напросто не будет развития. Жилищное строительство, увеличение числа мест в детских садах, ремонт дорог, проведение выставки вооружения и подготовка соответствующей инфраструктуры для нее. Эти и другие проблемы были рассмотрены. Обсуждению предшествовало посещение депутатами Уралвагонзавода. Впереди период рассмотрения бюджета, проектных бюджетов на будущий год. Поэтому, понимая вот эти проблемы изнутри и то, что мы увидели, мы, наверное, сможем более осознанно принимать решение и пригласить на соответствующие бюджеты. И учитывать эти факты. Разговор пообещали продолжить, в том числе на совещаниях Арккомитета по подготовке к 300-летию Нижнего Тагила, который возглавляет губернатор Свердловской области. Алексей Алексеев, Павел Охотников, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. Какие дома с 1 мая могут остаться без управляющих компаний? Почему надо платить взносы на капремонты? Как найти управу на недобросовестных коммунальщиков? На эти и другие вопросы в прямом эфире готов ответить Егор Копысов, начальник городского управления ЖКХ. Завтра он гость программы собственной персоной. Задавайте свои вопросы по телефону. Номера вы видите на экране в течение прямого эфира с 20.00. Новости итоги дня в эфире и мы продолжаем. Детские путевки в загородные лагеря начали оформлять в многофункциональных центрах. С сегодняшнего дня три отдела МФЦ работают в особом режиме. Как справляются с потоком посетителей в следующем сюжете? С самого утра в многофункциональном центре Дзержинского района не протолкнуться. Впервые здесь принимают документы на оформление путевок в загородные лагеря. Алена Кузьма впервые решила отправить своего ребенка на отдых, воспользовавшись услугами МФЦ. Хочу попасть в лагерь для ребенка. Путевку пришла получать. Какой лагерь? Уральские огоньки. Как вас так довольны? Конечно, подсвестрица здесь замечательная. Принимают документы на путевки в девять загородных лагерей. Чтобы подать заявку родителю при себе, нужно иметь лишь свидетельство о рождении ребенка, справку с места работы и паспорт. К такому наплыву посетители в центре были готовы. Открылись все 24 окна. У нас были заранее проведены организационные вопросы. Руководитель нам все объяснил, как действовать в данной ситуации. Как сами видели, желающих получить путевки очень много. Но так как у нас много операторов, мы справляемся пока. Уже обслужили одну треть населения. Другие виды услуг многофункционального центра по-прежнему доступны. Ими занимаются резервные специалисты. В среднем же на оформление одной загородной путевки уходит 10-12 минут. За один час принять в МФЦ успевают более 25 человек. За последнюю неделю в день буквально более 100 звонков проходило, какие документы. Потому что это в первый раз. Население работает с многофункциональными центрами. Мы открылись сегодня ровно в 8 часов. Каким образом открылись? Граждан мы запустили без 10-8. Для того, чтобы люди спокойно могли взять талончики и пройти к специалистам, к операторам. До 25 апреля включительно отделы МФЦ по всему городу будут принимать заявки на загородное оздоровление детей на первую смену. На второй прием начнется 19 мая. Анна Хабарова, Игорь Харьков, Егор Егошин. Новости Тагилтв. Строить из лего учат и взрослых. Старшие воспитатели дошкольных учреждений детства встретились на окружном семинаре-практикуме по лего-технологиям. Собрались в детском саду номер 75. Что нового узнали о работе с конструктором, знает Дарья Хнычкина. Посмотрите, у нас с вами в наборах имеются вот такие три пластины. Наша с вами задача построить рассказ, у кого-то это может быть поэма. Теперь они не старшие воспитатели, а дети. На миг ими снова стали сотрудники дошкольных учреждений детства. Учатся собирать конструктор лего, чтобы потом научить и малышей. Причем не только строить, еще и работать с планшетом. Они нам сегодня с вами помогут быстро, качественно и красиво сделать наши с вами коллажики и комиксы. Итак, для того, чтобы нам его с вами включить, давайте с вами нажмем единственную кнопочку. Она у нас снизу, ниже экранчика. Ликбез в 75-м детском саду проводят сотрудники Нижнетагильского филиала Института развития образования в рамках межокружного проекта «Инженерная галактика». Основная его идея – развитие малышей с использованием лего-конструкций. При этом приветствуется наличие мобильных устройств, например, планшета. Но сперва его должны освоить взрослые. Да вроде легко все получается. А дети действительно справятся еще лучше у нас. Потому что азарту, мне кажется, даже больше. Если у нас азартует все дети, тем более. Всего на мастер-классы от специалистов Института развития и образования приехали порядка 60 старших воспитателей. Узнали, как можно использовать лего в работе логопеда, а также при изучении математики. Кстати, последнее уже практикуют в детском саду номер 75. Здесь идет закрепление геометрических форм, понятия цвета. Идет сравнение больше-меньше. Потому что, если вы обратите внимание, в схемах используется разное количество наборов деталей-конструкторов. К слову, уже год здесь поддерживают проект «Инженерная галактика». Подстроили его под себя. Назвали удивительный лего-мир. Сейчас малыши строят маленькие дома вместе с воспитателями и родителями. Детям лего-конструирование очень интересно. Тем более, оно позволяет развитию ребенка конструктивное мышление, логическое. Дети у нас любознательные, активные, самостоятельные. Возможно, в будущем эти малыши станут настоящими инженерами. Но даже если этого и не случится, навыки начального конструирования пригодятся. Дарья Ахничкина, Александр Штраук, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. И на этом у меня все. Далее новости спорта. А мне остается напомнить, вы можете стать соавторами нашей программы. Если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 419551. Или пишите на сайте tagildefistv.ru. Смотрите нас на круглосуточных каналах Тагил-ТВ. В сетях МТС 41-я кнопка, Ростелеком 22-я кнопка, сети Тагила 12-я кнопка. Также нас могут увидеть и абоненты ОПИ телевидения компании «Конвекс». Новости выходят в 23.00, 3 часа ночи, 7 утра и 12.30. Всего вам доброго, до встречи завтра. Ого! Пора менять счетчики воды? Зачем? Ведь можно их поверить. Телефон 46-004. Рубрику представляет компания «Сенегорье». Велотуристы открыли сезон. Накануне в клубе «Азимут» прошло первое занятие. На него собрались более 30 человек в возрасте от 16 до 50 лет. Опытом с новичками делились выпускники. Больше всего им запомнился поход первой категории трудности по Среднему Уралу. Река, которая на карте была крошечной, оказалась для велосипедистов целым океаном. «И ребята сказали, нет, мы не пойдем здесь. Мы не сможем преодолеть это. Давайте повернем назад. Но я сказал, нет, это велопоход. А один из участников, самый смелый, разделся, взял велосипед девушки одной и потащил его через реку. То есть девчонкам уже деваться некуда было. Они сиснули зубы и пошли через реку». В этом году велотуристов вновь ждет более 10 обычных и двухкатегорийных походов. Как правило, говорит Антон Вострегов, закончить школу велотуризма удается не всем. Первые желающие уже показали себя в велопробеге «Пора на вел». Ближайший поход на Никелевые озера пройдет уже на этой неделе – 25 и 26 апреля. Тагильчанин стал обладателем Кубка Гагарина. 19-летний Дмитрий Юдин в составе Санкт-Петербургской команды стал обладателем главного трофея КХЛ. К слову, молодой защитник, второй из Тагильчан, кто добился такого успеха. В 2011-м обладателем Кубка был Александр Радулов. Напомню, Дмитрий Юдин – воспитанник «Спутника» 95. Три года назад его выбрали на драфте юниоров Югрой из Ханты-Мансийска, но вскоре в результате обмена он оказался в СКА из Санкт-Петербурга. В КХЛ Юдин играл второй сезон. В регулярном чемпионате в 47 матчах забросил одну шайбу и сделал шесть передач. В плей-офф выходил на лед в 19 поединках. В январе юноша завоевал серебро молодежного чемпионата мира. АЭС готовится к главному празднику трамплинов. Мужской и женский этапы Кубка мира пройдут в нашем городе в декабре. Международная федерация лыжных видов спорта опубликовала предварительные календари летнего Гран-при 2015 и Кубка мира следующего сезона. Как и в минувшем, запланирован этап в Нижнем Тагиле. Предварительно он пройдет 12 и 13 декабря. Окончательное расписание соревнований должно быть утверждено в июне. На этом у меня все. Главные спортивные события города смотрите завтра в это же время. Анна Хабарова, Александр Штраух, Егор Егошин. Новости спорта Тагилтовая. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова